Уважаемые товарищи, я пригласил вас, потому что внесённые на моё рассмотрение вопросы охватывают широкий спектр экономических и общественных отношений. Нам предстоит обсудить целый пласт фундаментальных аспектов правового регулирования, которые затронут каждого без исключения. И не только, я уверен, граждан Республики Беларусь. Поэтому любые инновации должны быть предельно выверены и продуманы. Они также должны отвечать нашим ценностям, принципам и не создавать каких-либо угроз. Первый и, наверное, самый объёмный вопрос касается предлагаемых корректировок Гражданского кодекса. По сути, это, как мы всегда говорили, экономическая конституция нашей страны. Это правовая основа всех хозяйственных отношений. Это основа нашей экономики. Действующий кодекс системно не пересматривался со дня его принятия. А это было в прямом и переносном смыслах ещё в прошлом виде. Как мне докладывают, работа над проектом велась не один год с привлечением всех представителей общества. Подготовлен значительный объём поправок, затрагивающих многие сферы вплоть до трудовой и банковской сферы. Наибольший блок изменений коснётся хозяйственной деятельности и обычных простых граждан. Это внедрение пока новых для нас, но работающих в других государствах институтов, а также совершенствование кодекса с учётом реальной жизни. Поэтому хотел бы ещё раз убедиться в том, что задаваемые направления развития гражданского законодательства соответствуют нашей государственной политике. Во-первых, насколько предложенные подходы отвечают текущим и, главное, перспективным потребностям страны – общества, бизнеса и граждан. Во-вторых, как учтён опыт такого регулирования в иных государствах, особенно с которыми у нас обширная договорно-правовая база. В-третьих, какие инновации появятся в нашей стране, если мы закрепим их кодексы. Насколько мы, особенно субъекты хозяйственные люди, готовы к ним. Востребованы ли эти перемены или мы, образно говоря, натягиваем их искусственно. Что делать ни в коем случае нельзя. Второй вопрос касается совершенствования института административных процедур. От качества регулирования зависит очень много. Оперативность их оказания, инвестиционная привлекательность страны, увеличение доходной части бюджета и развитие нашей экономики. Но главная административная процедура – это точка соприкосновения государства и общества. И эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроение людей и доверие государству и власти в целом. Поэтому движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее. Внесенный на обсуждение проект указа устанавливает многоуровневую систему регулирования. Принципы и основные подходы определяются президентом. Перечень административных процедур правительства. Их конкретная регламентация – отресливыми и функциональными государственными органами. Я сказал, что это очень важно, и я прошу доложить. Во-первых, будет ли эффективной такая многоуровневая система? Не приведет ли она к сверхформализму? И, что очень страшно, бюрократия или к ручкотворству на ведомственном и местном уровне. Вот этого мы допустить никак не должны. Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране. Это главное. Хорошие порой законы и законодательные акты у нас тонут в бюрократизме, лишнем согласовании, хождении по инстанциям и так далее и тому подобное. Забыли про одно окно? Второе. Каким образом планируется выстроить электронное взаимодействие между органами власти и субъектами хозяйствования? Позволит ли цифровизация сократить затраты и не допустить коррупционных предпосылок? Предупреждаю, здесь не должно быть работы в дань моде. Ах, цифровизация! Ах, компьютеризация! Ах, айфончики в руках и прочее! И так далее. Это все хорошо, если это на пользу. И если это понимают наши люди, а не отдельное там 15-20% населения. И если люди это воспринимают. Поэтому бежать надо, не торопясь. Но не опаздывать. Сегодня я хотел бы с вами обсудить все внесенные предложения. Вопросы объемные. Строго по регламенту работаем. Не надо лишних слов. Давайте конкретно предложения и последствия. Особенно с учетом событий прошлого года. Хотите пример? Я вам приведу. Мы создавали IT-парк. Ах, надо, ах, хорошо. Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает в IT-парке. Мы смогли, оттолкнувшись от них, сегодня иметь айтишников по всей стране. Они уже и на производстве, они уже и в Министерстве обороны, они уже и в Академии науки и так далее. Но мы многие процессы там упустили. И что мы получили? Самые продвинутые вроде бы, самые богатенькие и обеспеченные. Где они оказались? Второй пример. Индивидуальные предприниматели. Правительство бегало тут, бывшие все кричали ай-яй-яй, ой-ой-ой. И что мы получили? Поэтому это нам уроки. Но жизнь идет, она же не остановилась. И получив где-то по голове, набив шишки, мы не должны останавливаться, мы двигаться должны вперед с учетом тех недостатков и тех уроков, которые были в прошлом. То есть идти от жизни и на шаг чуть-чуть, на шаг впереди. Чтобы обозначить ближайшие перспективы. Хотя их очень сложно в этом бешеном мире сегодня определять. Но насколько мы видим, настолько надо и делать эти шаги. Наталья Ивановна, вы останетесь после совещания. Я хочу вам поручить контроль за основными нормотворческими документами. Придет Совет Республики, и вам лично этим заняться, чтобы мы, не дай бог, не допустили каких-то ляп, или кто-то не припихнул существенное законодательство того, чего сегодня жизнь не востребована. А в Совете Республики опытные люди от производства. Поэтому надо будет создать команду хороших юристов, философов, правоведов и прочих людей, которые будут работать при Совете Республики. И важнейшие документы будут просвечивать на предмет жизни, жизнеспособности. Останется, мы поговорим потом.